Анимируем камеру внутри Unreal. Переходим в Layers. Если у вас лейеров нету, то перейдем в Windows. И здесь есть галочка Layers. Вот вы когда галочку поставите, появится эта вкладка. Скрываем 3. Это этот слой с самым большим количеством объектов. Начинает Unreal быстрее работать без этого слоя. Выходим из камеры. Подлетаем ближе к домикам. И сейчас мы будем ставить композицию кадра. И после этого создадим камеру. Выставляем композицию, чтобы кадр был наиболее интересен. Как я говорил ранее, необходимо на постановку кадра, на красивую композицию потратить, инвестировать достаточно времени для того, чтобы картинка смотрелась эффектно. Поиск композиции может занимать много времени, но это необходимо сделать. Когда нашли общую композицию, включайте спрятанные слои и уточняйте положение камеры. Для поиска общих кадров выключайте тяжелые слои. Продолжайте вращаться вокруг объектов в поисках интересных кадров. Найдя нужный кадр, нажимаем на бургер. Переходим в Create Camera Here, Sign Camera Actor. Теперь нужно перейти на камеру. Нажимаем на перспектив. И выбираем ту камеру, которую только что создали. Все, камера зафиксирована. И изменяя Current Focal Lens, будет линза становиться уже, либо шире. Сейчас ничего не происходит, хотя камера у нас выбрана. Я изменяю параметры, но ничего не происходит. Это явно глюк, поэтому нам нужно закрыть Unreal с сохранением и заново его открыть. Вот вы видите, что я меняю значение, но ничего не происходит. Сохраняемся, закрываем, открываем заново проект. Хоть и Unreal очень стабильная программа, по сравнению с тем же 3D Max, зависит, конечно, от вашей видеокарты, но все равно сбоит. Так что, если при каких-то глюках вы уверены, что делаете все правильно, просто перезагрузите программу. Переходим в Лейры, выключаем деревья и, перейдя на созданную недавно только что, на созданную камеру, в World Outliner, вбиваем ее название, переходим на нее. И, меняя параметры, мы видим, что сейчас все нормально работает. В процессе работы я постоянно уточняю положение камеры. Вот и сейчас я решил ее опять сдвинуть. И после этого, когда уже уверен, практически уверен в положении камеры, включаю деревья и смотрю, что вот справа есть такая прореха, которую бы неплохо закрыть. Вбираю дерево, рядом стоящее, и копирую его. Ставя рядом, закрываю щель, уточняю положение. На мой взгляд, сразу становится лучше композиция. По оси Z я вобью 0 и буду продолжать двигать так, чтобы выглядело интересно и чтобы не было там много света. Потому что справа сразу контрастность появляется за счет открытого места, откуда бьет сильный свет, отвлекая внимание. А у нас главные объекты – это домики. Композиция настроена. Можно выключить деревья, перейти в Vault Outliner, выбрать нужную камеру, та, которая сейчас активная. И здесь Manual Focus Distance, взяв пипетку, щелкаем на том объекте, на котором хотим сфокусироваться. Включив Draw Debug Focus, будем видеть, где у нас на самом деле радиус фокусировки. При понижении параметра Current Aperture будет усиливаться фокус, но он ограничен значением MinF-Stop в Lens Settings. Поэтому это значение MinStop уменьшаем. И в Current Aperture мы сразу можем понизить значение. В MinStop еще меньше ставим. И тут же Current Aperture будет доступно значение меньше. Можно отобразить деревья. Переходим в слои, нажимаем на глазик напротив деревьев и видим. Теперь более явно видно влияние фокуса. Фокус не работает на Transparent материалах. Этот материал я позже заменю. И Current Aperture ставлю 2, потому что 0.4 – это слишком большое значение. Это значение делает картинку кукольной. Чтобы анимировать камеру, нам нужно создать еще один секвенсер. Переходим в Content Browser. Правой кнопкой Animation Level Sequence. Подписываем, как я ранее говорил. Я оставляю секвенс. Подстрочник 0.2. Два раза щелкаю. Открываю секвенсер. Перетаскиваю текущую камеру из Outliner в Sequence. Ставлю сразу 60 FPS. И на нулевом кадре напротив Transform нужно поставить ключ. Нажав напротив параметра на кругленькой кнопке. После этого вбиваем 300. Это последний кадр. Сдвигаем положение камеры. И также фиксируем ключ нажатием на круглую кнопку. Единственное, я перепутал параметры. Это не тот параметр, который нам нужен. Нам нужен был Transform, как я сказал. Я просто промахнулся. Поэтому переходим обратно на нулевой кадр. Нажимаем на создание ключа. Эти два ключа удалим. Ставим анимацию на 300 кадр. Сдвигаем. И еще раз фиксируем ключ. И таким образом у нас образуется смещение камеры. Точнее ее анимация в секвенсере. Анимация по умолчанию создается нелинейная. Щелкаем на изображение графика. Выделяем все ключи. И нажимаем дополнительную кнопку. Выбираем Лина. Можно раздвинуть окно. И вот изображение линейной анимации. И щелкаем либо четверку, либо на иконке. Таким образом у нас анимация станет линейная. Вот и все действия, которые необходимо было совершить для анимации камеры. И следующее, что мы можем анимировать. Например, включение света. По аналогии, вы сможете анимировать любой объект, добавлять его в секвенсор, смещать, либо анимировать перемещение, либо любой другой параметр.